Добрый день! Это программа «Персона Грата» и у нас сегодня в гостях Михаил Стрельников, председатель правления ВГО «Финансовая грамота». Здравствуйте! Здравствуйте, Михаил! Вот не так давно, больше чем 15 дней назад, была опубликована такая очень интересная новость на сайте СБУ, что она обезвредила группу фальшивомонетчиков, которые печатали в больших объемах, я так понимаю, 100 и 50 долларовые банкноты. Вот создаётся такой вопрос, у нас теперь каждый гражданин, у кого такое сложное финансовое положение, может напечатать. Может немножко подпечатать себе. Ну, судя по тому, что сказано здесь в заявлении, это далеко не каждый гражданин, потому что использовались мощности целого полиграф-комбината. Причём, опять-таки, смотря из сообщения, поскольку судом наложен арест на оборудование полиграф-комбината, то это был не один гражданин, это было достаточно много граждан, и это всё печаталось в промышленных объёмах. Скажем, из того же сообщения СБУ видно, что качество подделок было столь велико, что они даже светились в ультрафиолете. То есть, хорошие, нормальные, да. Хорошие доллары, почти нормальные. Не только на внутреннее потребление. Да, но и на внешнее. Вот, удивляет другой вопрос. Ну, конечно, молодцы. Слушайте, в прессе нигде нет этого. Да, с одной стороны, вот кроме этого сообщения в Фейсбуке на сайте службы безопасности ничего нет. Я, конечно, понимаю, что у нас... Слушайте, может скриншоты сделать всем, для того, чтобы оно и там не пропало. Я, конечно, понимаю, что у нас Фейсбук уже заменил практически всё, но как-то удивительно. Вот, кроме того, пресса как-то совсем не... Ну, мягко говоря, не отриггировала на такое незаурядное событие. Ну, и кроме всего прочего, непонятно, каким образом столь долго люди могли печатать. Но всё-таки это не один, не два человека, да. Тут же опять-таки, исходя из сообщения, 15 обысков в помещениях и офисах. То есть, это была не просто группа людей, это был целый завод. Каким образом это всё можно... Ну, может, людям так было скрутно, что они уже не знали, чем заняться. Вышли какие-то финансовые там эксперты, аналитики. Каким образом можно это всё так долго скрывать вот в тайне, я лично себе не представляю. И полиция МВД была не в доле там? Да. И вот как-то полиция, то есть, хотя и указано, что обыски проводились полицией и прокуратурой, но, по идее, на это должна была сначала отреагировать полиция, которая должна была за всем этим следить. То есть, служба безопасности — это уже последняя инстанция, которая всю эту контору накрыла. Вопрос, сколько эта контора работала, сколько она выпустила. Почему? Потому что указано вот за попередней оценкой, открытые обе валюты попередили на 6 миллионов долларов США. Но дело в том, что это, если это печатная... Это за смену, да? Да, если это печатная продукция полиграф-комбината, то это вытарг печатание за смену. Это никак не за предыдущие, скажем, там, недели или даже... Слушай, а может, у них там слишком много людей было, а они вот так, чтобы на каждого... Не, ну я думаю, что они, конечно, на этом заводе получали, как раньше, в 90-е годы, продукцию получали в виде зарплаты. А, в виде зарплаты. То есть, раньше выдавали там туалетной бумагой, лампочками. Ну, а здесь видно тоже, что и затавливали, тем и выдавали. Вот как-то, как-то таким вот образом. Ну, и в связи с этим... А может, с них очень большой процентом доли забирал кто-то? Ну, возможно, возможно. Им было трудно, вот они поэтому так вот, не покладая рук... И не выключая печатного станка. Во-первых, возникает вопрос, ну, здесь указано клише. Вот на фотографии мы видим, здесь есть, здесь есть... Хотя... Давайте развернем, чтобы... Само клише, это, скажем, уникальная штука. И для понимания, вот все неприятности, которые происходили в свое время в Ираке, связаны с работой там не столько с химическим оружием в Ираке, а сколько с работой там полиграфического комбината, который в массовом порядке печатал вот с таких клише, печатал доллары. То есть бомбежки и все неприятности для страны начались именно вот с таких вот недетских забав. Забава совсем не детская. Да, совсем не детская. Забава, это и самое страшное преступление в Америке, это как раз вот такое вот клише. Потому что оно подрывает основу американской экономики, а соответственно и мировой. Ну мы знаем, что независимо в какой части мира происходит подрыв, они же могут туда и флот отправить. Конечно, и там агавки у них летают очень даже бодро в этом направлении. Мы сейчас с вами расскажем, а не узнали. Не, ну я думаю, что они эту ситуацию тоже должны были отслеживать и видеть. Непонятно, почему вот пресса не продолжает освещать, кто с этим связан, какая это группа лист. Ну это знаете, это как-то подозрительно. Как идет вот все это дело. Может за этим кто-то из наших, может это Национальный банк организовал такой маленький свечной заводик. Вы знаете, вот по поводу Национального банка, у меня давно, еще с прошлого года, меня терзал вопрос, на который я не мог найти ответа. Зачем Национальному банку было пересматривать, вот были, скажем там, множество фирм, которые на лицензионных условиях обеспечивали обмен валютой. Так называемые обменники, обменные пункты. Вот где-то в середине прошлого года их резко проредили, их стало значительно меньше. Если вы обратите внимание, вот когда вы ходите по Киеву, таких фирм осталось уже несколько. То есть все время одни и те же обменники. Количество обменников не изменилось, но количество фирм, которые обменивают валюту, оно резко сократилось. И кроме всего прочего, почему-то все вот эти вот фирмы, которые работают сейчас, получали новую лицензию и разрешение на обмен валюты именно в июле, ну в середине прошлого года. То есть с чем это связано, не знаю. То есть связаны ли это вещи, не знаю. Да, может быть старт процесса. А вот если это так, вот если они год печатали, по 6 миллионов за смену, то сколько можно было? Ну, это несколько миллиардов. Это несколько миллиардов, скажем так. Это как раз та сумма, которую мы просим у МВФ. Слушайте, зачем просить? И никогда, если мы сами можем напечатать. Ну, видимо, мы решили... Может, они заинтересовались, вроде как отодвигаем, не берем транши и живые. Ну да. Может быть. Слушайте, может это патриоты там сидели печатали? Вполне возможно. Панамские, да? Да, панамские патриоты. Панамские патриоты. Панамские патриоты. Ну, как бы такое, да, такое событие, оно не рядовое. Казалось бы, после этого события, кроме сообщения в Фейсбуке, должен быть какой-то брифинг того же пресс-секретаря службы безопасности. Должно быть обращение какое-то... Смотрите, 90 всего лишь пошире. Да, 90 и 370 всего лайков. То есть, статья даже не набрала, ну, скажем... Ну, давайте, мы лайк поставим. Ну да, хотя бы уже, да. Уже хоть 371, а только когда... Хотя бы. Слушайте, а количество не меняется, видите, я поставил. Вот, то есть, ну, сказать, что все-таки это не рядовое, не рядовое событие, и как-то оно абсолютно вот в среде информационной среде не получило никакого развития. Слушайте, давайте посмотрим, может, какой-то сайт какой-то ненастоящий, может, это не стоит? Да нет, вроде как все соответствует. То есть, издание похоже, да? Да, издание похоже, и страница та же, которая в Фейсбуке. Ну и кроме того, эту информацию публиковали еще на 112-м канале. Хотя даже количество каналов, которые опубликовало, информационных изданий, которые опубликовали эту информацию, тоже достаточно скромное. Хотя, казалось бы, это должно подхватить. Вот вчерашнее событие, когда женщина голая прошла по Хрещатику от Сума до Европейской площади, вызвало в СМИ гораздо больше перепостов и информации, чем вот это вот. Но для меня как-то это непонятно. Не совсем понятно. Ну тут, видите, уже даже наши граждане нужно печатать 1, 5, 10 долларов, чтобы не один был. Подсказывать, какие именно доллары надо печатать. Да, тут как бы вот, собственно говоря. Ну то есть, в этом событии пока событие не заурядное с точки зрения, и с точки зрения финансовой, и с точки зрения мировой. И в этом событии пока больше вопросов, чем ответов. Ну да, мы не видим реакцию еще непосредственно Соединенных Штатов, которые, в принципе, их экономика, она, конечно, понесла определенный ущерб на ту сумму, на которую напечатали. Штаты очень жестко всегда влияют на такую, вот на такие шалости, в кавычках. И пока мы, к сожалению, никакой реакции не видим, будем ожидать, что будет дальше. Я во всяком случае пока не понимаю ситуацию. Мне тоже, как бы, вот эта информация, она очень так интересна. Если у нас все получается, практически весь рынок, у нас власть, которая захватила, ну люди, захватившие власть, они все финансовые потоки. И тут вот так вот поверить, что там стоял себе заводик, что-то печатал, трошки для себя, как кажется. Ну да, это ж не кто-то на колене там 3 доллара нарисовал. И тут когда и МВД не в курсе руководства. То есть вот как-то, я же говорю, логично было бы, если бы эту операцию начала еще полиция, которая должна была получать информацию о деятельности такого заводика немалого. А не СБУ. Вот, а не СБУ. А СБУ уже должно было бы забрать это дело к себе, поскольку это действительно дело государственной безопасности. Нам остается только вот дождаться ответов. Ну, может быть, с вами от наших общественных организаций подготовим соответствующие запросы и спросим. Ну да. Да, объем, как вы напечатали там, где бумагу брали. На всякий случай. Кстати, да, кстати, бумагу для этого вопроса. Очень сложно подобрать бумагу для... Одна из самых больших тайн при печатании американского доллара, это даже не защитные знаки, которых тоже очень много, а сама бумага. Сама бумага защищает доллар значительно лучше, чем все вот эти вот знаки. Судя по тому, что здесь написано, бумага тоже была очень качественная. Слушайте, это говорит только о том, что инновации были очень хорошие. Ну, у нас люди, да, у нас люди продвинутые, это известно всем. Вот, поэтому... Хорошо, ну, тогда мы будем ждать, как пойдет дальше расследование. Будем ждать каких-то реакций, да, ответственных органов прессы, ну, как бы, интересных лиц государства. Ответственных лиц государства, которые тоже должны как-то высказаться. Потому что это, ну... С вами была программа «Персона Грата», и у нас в гостях был Михаил Стрельников, финансовый эксперт, аналитик и человек, который этим занимается уже не один, наверное, десяток лет. Спасибо, Михаил. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok